В начале 17 века Россия была самой большой страной Европы и одной из самых благополучных. Торговля процветала, соседи уважали, население росло. Но пришла смута и разрушила все. После смерти сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича, династия прервалась. Ни один кандидат в цари больше не выглядел убедительно и народ поверил в Лжедмитрия. Лжедмитрий Первый, как известно, держится у власти всего год. В мае 1106 года его свергают, его убивают. К власти приходит Василий Шуцкий, как его называли, выкрикнутый царь. Потому что никакой собор его не избирал, а его выкрикали на площади его клевреты. И решили его сделать царем. Он стал царем, но он продержался недолго, потому что уже в правлении его появляется масса новых самозванцев. Один из главных, который Лжедмитрий Второй. И потом еще было несколько Лжедмитриев, был Лжепетр, кого там только не было. Потом была Семибоярщина, иностранная оккупация, польский гарнизон в Кремле, победный марш-бросок народного ополчения и, наконец, воцарение Романовых. Как? Устоять в смуте и уцелеть Россия не смогла бы, если бы не ее духовные лидеры, первые патриархи Иов и Гермоген. Советский поэт говорил, времена не выгорают, в них гривут и умирают. Вот это очень точная формула для понимания времени и патриарха Иова, и патриарха Гермогена. Ни тот, ни другой, конечно, совершенно не собирались и не ожидали, что их миссия окажется вот такой, какой она оказалась. В лихие первые десятилетия XVII века, когда все остальные авторитеты пали, русские патриархи стали настоящими народными героями. Старицкий свято-успенский монастырь, что под Тверью. Именно здесь началась биография будущего первого патриарха московского и всея Руси Иова. По писцовым книгам, начало XVII века я насчитал. Старицы, где, дай Господь, проживало 500 человек, было 4 монастыря и 18 церквей. Это своего рода деревянный китиш, это богомольная земля. Именно на этой богомольной земле и мог родиться будущий первый патриарх. Когда родители мещани из города Старицы отдали своего сына Ивана в монастырь на обучение и воспитание, они не думали, что он захочет остаться в этих стенах насовсем. Будущий иерарх церкви не должен был стать даже монахом. Родители выбрали ему невесту, и свадьба уже была назначена. Но прямо в день венчания Иван прибежал в монастырь к своему воспитателю, архимандриту Герману, умоляя постричь его в монашество, и старец не смог отказать. Получив в постриге имя Ивова Многострадального, он проведет в Старицком монастыре 15 лет своей жизни и пройдет путь от простого чернеца до настоятеля обители. Он с самого начала был необыкновенным монахом. Никогда не пил вина, никогда не повышал голоса, каждый день совершал литургию, причем помнил наизусть все Евангелие и Псалтирь. Неудивительно, что Иван Грозный, побывав в Старицком монастыре, обратил внимание на Иова. Грозный его ставит во главе монастыря. Он становится игуменом, потом он становится архимандритом нашего монастыря. А потом Грозный забирает его к себе в Москву, и там он даже возглавляет Новоспадский монастырь, в то время царский. Видимо, каким-то образом, учитывая достаточно подозрительный характер государя Ивана Васильевича, то, что он столь благосклонно отнесся к игумену какого-то заштатного монастыря, ну, видимо, каким-то образом что-то он в нем увидел, поэтому позднее он ему благоволил. И довольно быстро он возвысился в годы правления государя. Но вот если он еще в конце 60-х годов был игуменом Старицкого Успенского монастыря, то уже в 81-м году он становится гепископом коломенским. Следующий царь Федор Иоаннович, которого называли блаженным за его набожность, еще больше приблизил Иова, сделав его митрополитом московским. И в этом сане Иову суждено было открыть новую страницу в истории церкви. Правительство во главе с Борисом Годуновым в то время добивалось, чтобы Константинополь дал русской церкви самостоятельность. Именно тогда, в конце 16-го века, для этого настал подходящий исторический момент. Россия осталась единственной в мире православной державой. Русская церковь очень сильна. Она самая многочисленная по количеству верующих. У нее колоссальное паство в количественном отношении, перекрывающие все показатели прочих поместных церквей. Островок стабильности по сравнению с прочим православным миром. Не случайно же именно в 16-м веке возникнет знаменитая политическая доктрина, теория Москва-Третий Рим. Это то же самое столетие. Москва-Третий Рим. В 1588 году в российскую столицу прибыл Константинопольский патриарх Иеремия II. Просить у Москвы материальной помощи для разорившейся византийской кафедры. Константинопольский патриарх впервые оказался в Москве. И правительство Годунова решило воспользоваться этой уникальной ситуацией, чтобы добиться утверждения русского патриаршества. Высокий гость из Царьграда почти целый год провел здесь и после долгих уговоров согласился. Иеремия не хотел учреждать патриаршество в России. Он не хотел, чтобы был независимый отдельный патриарх, равный ему по сану глава церкви. И в какой-то степени его почти насильно держали в России. Велись длительные переговоры. И в результате таким мягким давлением заставили Константинопольского патриарха и Еремия поставить Иова в патриархии московских. Из русских митрополитов Иов был на тот момент единственным безальтернативным кандидатом на патриарший престол в Москве. Это было решение царя и его любимого шурина, любимого боярина. Они сделали Иову патриархом. Когда патриарх Еремия находился в Москве, он почти год сидел в Москве, практически в заперти, Иову к нему не допускали. Он Иову-то увидел только уже, когда посвящал его, собственно, в патриарше чин. А все переговоры, все разговоры, все договоренности осуществлялись от имени Борисовича Куднова и государя Федора Ивановича. Поэтому это все было государственное решение. Причем, когда русские ознакомились с константинопольским чином патриаршего поставления, как теперь говорят, интернизации, они посчитали его слишком скромным и тут же разработали свой. Русской церкви было радостно и приятно. Она дождалась этого триумфального дня. И поэтому, конечно, лучшие литургисты, лучшие гимнографы русской церкви того времени потрудились над составлением этого чина, который очень глубок по содержанию, он очень символичен, он очень многослойен. 26 января 1589 года святитель Иов вошел в Успенский собор Кремля митрополитом, а вышел патриархом московским и всея Руси. Первым в истории. Каждый патриарх Иов был верным союзником Бориса Годунова. Они довольно активно, совместно работали над укреплением того, что называется политической стабильностью, над экономическим развитием страны. Это было время, когда страна возрождалась после опричнены, после разорения, после кризисов, в которые Иван Грозный вверг державу. В первые годы патриаршества патриарх Иов имел возможность заниматься преимущественно церковью и церковными вопросами, не особенно отвлекаясь на политическую злобу дня. Он очень много времени и усилий посвятил, например, развитию системы церковного образования, подготовке священников. Череда потрясений, которая обрушилась на Россию, три неурожайных года, страшный голод, десятки тысяч погибших, привели к народным волнениям. Эпоха стабильности закончилась. Восстание низов, интриги и заговоры верхов создали почву для смуты. И тогда, в 1603 году, появился Лжедмитрий. Самозванец, который объявил себя царевичем Димитрием, чудесно спасшимся от рук убийц. Когда появился тот самый самозванец, именно патриарх Иов заявил, что это Гришка Отрепев, который у меня был секретарем, которого я знаю, который предал, который у меня что-то украл, когда убежал в Литву. И вот эта позиция, что Лжедмитрий – это на самом деле выкрест, ну, бежавший из России, обокравший в том числе патриарха некий Григорий Отрепев, жесткая позиция патриарха Иова во многом сыграла в том факте, что Лжедмитрий так до конца и не признали истинным государем. Лжедмитрию присягнули большинство бояр. Даже родная мать, убитого в обличе царевича Дмитрия, Иннокенемарфа, публично признала в самозванце своего сына и обнялась с ним. Но патриарх Иов был непреклонен и требовал от всех епископов церкви активно выступать с разоблачениями Лжедмитрия. И надо сказать, что это довольно редко было в русской истории. К мечу были призваны и монастырские слуги. Состоялся указ, согласно которому монастырские слуги должны были идти на войну с самозванцем. А те монастыри и епархии, которые не могли выстрелить ратных людей, они должны были дать или посошных людей вспомогательное войско, или деньгами вспомогать. То есть церковь активно включилась именно в военное противостояние с Лжедмитрием. Но народ, уставший от бедствий, с радостью встречал Лжедмитрия, якобы спасшегося природного государя. Перепостижная смерть Бориса Годунова в 1605 году окончательно расчистила самозванцу путь к трону. Патриарх Иов до последнего пытался выразумить паству, но все было напрасно. Москва ждала Лжедмитрия. И когда он уже был на подступах к столице, в городе начался народный бунт. Вдова и сын Бориса Годунова были убиты. А потом разъяренная вооруженная толпа ворвалась в святая святых, главный собор страны, Успенский, и набросилась на патриарха. Как потом напишет сам Иов, его взяли прямо в алтаре и начали таскать по площади, позориша многими позоры. Главу русской церкви разоблачили и в одном монашеском подряснике на телеге отправили в ссылку. По меркам того времени с первым русским патриархом обошлись все-таки гуманно. По его просьбе местом изгнания стал его родной Старицкий монастырь. Это был момент триумфа уже Дмитрия, когда даже многие из тех придворных партий, которые еще вчера называли уже Дмитрия самозванцем, сегодня ему присягали и с восторгом целовали руки ему. Но это такой род общественного психоза. А патриархом был избран непризнанный впоследствии патриархом достоинства и грех Игнатий, который как раз поддержал самозванца. Ему нужен был некий карманный такой ручной патриарх, которого он получил в лице Игнатия, который потом бежал на запад и стал гуниатом, греко-католиком. Лже-патриарх Игнатий дважды приезжал в Старицу к подлинному патриарху в изгнании, к Иову, за благословением, но так и не получил его. Иов, опять же, в этом отношении выказал свой жесткий характер, сколько ему не грозили. Он отказался благословить вот того самого епископа Игнатия, митрополита Игнатия на патриарше столб. Именно поэтому впоследствии Игнатий был вычеркнут из списков законных патриархов московских, ибо он незаконным образом занял этот столб. После убийства Лжедмитрия I и воцарения Василия Шуйского изгнаннику Иову предложили вернуться с почестями на патриарший престол. Но к тому времени он уже практически полностью ослеп. Сославшись на немощь, Иов отказался от нового возвышения и пожелал провести остаток своих дней в родном Старицком монастыре. И то, что он не вернулся в Москву и не стал продолжать свое патриаршее служение, когда его туда позвали, может быть связано и с тем, что он не увидел каких-то таких сил в себе вернуться к тем людям, которые, в общем-то, его и изгнали, и предали. И многие епископы, священники, окружающие его люди, когда его изгоняли, они отказались от него и предали. Он, конечно, так, по-простому-то говоря, по-человечески был сильно обижен, потому что все те, кто вчера составлял его свиту, ближайшее окружение, все в одночасье от него отвернулись. Когда первый русский патриарх скончался, в его келье осталось всего лишь несколько икон, богослужебные книги и 15 рублей, которых как раз хватило на его погребение. Гробница патриарха Иова в Старицком монастыре почитается до сих пор, а мощи святителя через 45 лет после его кончины торжественно перенесли в Успенский собор Московского Кремля. Патриарх Иосиф вместе с Алексеем Михайловичем встречали мощи первого патриарха. Они никогда не видели такого столпотворения на соборной площади. И патриарх со слезами воскликнул. Смотри, государь, как хорошо за правду стоять. И по смерти слава! Митрополит Гермоген – единственный церковный иерарх, который во время царствования Лжедмитрия публично настаивал на том, чтобы Марина Мнишек приняла православие. За такую оппозиционную активность он был сослан из столицы в свою митрополию, в Казань. А при новом царе Василию Шуйском за то же самое возвышен. Именно он, Гермоген, стал вторым русским патриархом. Он имел горячий нрав, он имел репутацию, действительно был борцом за православие, он был активным миссионером в Казанском крае. Он 17 лет возглавлял Казанскую митрополию и прославился тем, что принимал участие в обретении образа Казанской иконы Божьей Матери и первым написал о явлении этой иконы и о чудесах от нее. Именно он принимал эту икону с того места, где она была найдена. Именно он ее первым внес в храм Николы Тульского и потом именно он написал повесть о чудесах Казанской иконы Божьей Матери. Более того, он был свидетелем этих чудес. Этот человек был не только пастырем, но и настоящим большим миссионером в крещаемой Казанской земле огромной. Одно время его митрополия была самой большой на всей Руси. И он прославился как человек, который всегда и неизменно все свои силы клал на то, чтобы устроить дела веры наилучшим образом. Был буквально неутомим, чрезвычайно энергичен. В 1607 году в России появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Постепенно вокруг него собралось народное войско и пошло на Москву. Но на этот раз занять Кремль бунтовщикам не удалось. Лжедмитрий расположился лагерем в подмосковном селе Тушино, отчего его и прозвали Тушинским вором. Противостояние между ним и законным царем Василием Шуйским продолжалось около двух лет. И во время этого двоевластия московская элита металась между двумя лагерями. И только патриарх Гермоген был непоколебим. В феврале 1609 года бунтовщики выводили патриарха Гермогена из Кремля на лобное место и потребовали, чтобы он благословил восстание. При этом его избивали, обсыпали песком и мусором. Но Гермоген стоял на своем. Василий Шуйский – единственный легитимный правитель, помазанник Божий. Он был убежден, что очередная смена власти только усилит хаос в стране. Патриарха едва не растерзали на месте. Эти 300 человек рвались в покое к Василию Шуйскому, потребовали его освободить престол. Шуйский отказался, Гермоген не поддержал. И так они и ушли, и в конце концов уехали ко второму Лжедмитрию в Тушинский лагерь. Благодаря оппозиции Гермогена Василий Иванович Шуйский удержал свою власть. Но смуту было уже не остановить. Польский король Сигизмунд во главе большого войска перешел русскую границу и осадил Смоленск. И дипломатическая делегация из Москвы под Смоленском уже готова была подписать кабальный договор, по которому русским царем стал бы польский король. Помешала лишь твердая нет патриарха Гермогена. В большинстве регионов России, в большинстве уездов, там, где хотели сохранить истинную русскую власть, главным государственным человеком считался патриарх Гермогена. И только из его благословения то или иное деяние служило таким основным документом. Если это благословение есть, делать можно. Если благословения нет, делать мы этого не будем. Вот так же, как посольство под Смоленском. Василия Шуйского все-таки свергли с престола, и власть перешла в руки Семибоярщины, которая постепенно сдала все позиции и, в конце концов, впустила поляков в Москву, в Кремль. И висела на волоске государственность российская. Фактически, суверенитет оказался утраченным. В момент полного безвластия и хаоса патриарх Гермоген продолжал гнуть свою линию, настаивая на том, что правителем России может быть только православный царь. Он требовал вывода польских войск с территории России и предавал анафины всех, кто признает власть Сигизмунда. Восторг Василия Шуйский боярское правительство пригласило королевича Владислава Сигизмундовича на трон. Даже выписывал монет с его именем. Дело шло к тому, что он действительно станет русским царем. Потом из польского лагеря донесли сообщение, что он не станет менять веру, он не хочет. И тогда Гермоген публично призвал к неповиновению тому, чтобы не давать присяги Сигизмунду. В Кремле уже слышалось пение латинское и служились мессы под звуки органа. С конца 1610 года там, в кремлевских стенах, с трудом уживались два враждующих лагеря. Светская власть, иностранные интервенты и духовная, патриарх Гермоген, который открыто призывал русских людей к свержению этой самой новой власти. Он жил там и постоянно, ну что называется, мозолил глаза. И русским предателем их было несколько человек, и тем, кто из поляков и литовцев сидел в Кремле. Мозолил глаза тем, что он всегда говорил правду и всегда говорил им, уйдете из Москвы, не буду призывать защищать православную веру, останетесь в Москве, буду звать всех умереть за православную веру. Не разоряют патриарши двор, они сначала его под арест сажают, потом ссылают на подворье Кирилла Белозерского монастыря. Но пока у него есть возможность писать послание, он несгибаемо пишет, даже будучи в таких условиях. И это вызывает, кажется, у противника лютое бешенство. Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарна Россия. Именно они в начале 17 века подняли народ на войну с интервентами. Но на самом деле это освободительное движение началось здесь, в Кремле, в холодном подземелье Чудового монастыря, где арестованный патриарх Гермоген писал название до последнего, пока его не лишили пера и бумаги. Именно на эти патриарши призывы собирать ополчение и откликнулись Минины и Пожарскими. Подпольный самый сдат из Кремля. Грамоты воссвания от патриарха Гермогена быстро распространялись по всей России. Нашлись те, кто сильно рискуя, рискуя головой, находил возможности и разрабатывали какие-то схемы передачи посланий патриарха Гермогена на воду. Причем эта система так хорошо работала, что дальше уже стоило этому посланию выйти за пределы Кремля, как его копировали, переписывали в большом количестве экземпляров. Он никогда не говорит в своих посланиях «убей поляка», «убей литовца». Он никогда не говорит, кого поставить на трон. Он клеймит то, что небогоугодно. Вера православная поставлена под удар в Москве. Идите и постойте за веру свою. Не за то, что вы русские, не за то, что вы не любите иноземцев. А стойте за веру. К слову пастыря прислушались. Воинские отряды для борьбы с поляками собирались повсюду. И на севере страны, и в Поволжье. Сохранилось одно из посланий пермяков, которые писали уже Патриарху Гермогену, что да, мы готовы умереть за православие и за отечество наше, поэтому выставляем столько-то копейщиков, столько-то оружейщиков. И вот написали казанцам, написали владимирцам, еще кому-то, и они тоже готовы. И вот эта переписка начинается, начинается, начинается. И все это авторитетом Патриарха Гермогена. Пытали заставить замолчать, заключили его в темницу, оморили его голодом, пытались заставить написать силой, пытались, боярин Салтыков приходил, ему угрожал ножом, пытался заставить его написать послание лидерам первого ополчения, чтобы они ушли от Москвы, сняли осаду. Но Гермоген ножа не испугался, укорял Салтыкова, укорял других его приспешников, предрек им страшную кончину. В конце концов, непокорного патриарха бросили в подземную тюрьму Чудового монастыря в Кремле, приставили к нему охрану из 50 стрельцов и оставили без воды и пищи. Мученик за веру и родину, святитель Гермоген, умер от голода, всего несколько месяцев не дожив до вступления в Москву ополчения Минина и Пожарского. Сейчас, кстати, археологи находят фрагменты фундаментов Чудового монастыря и вполне вероятно, что какие-то из этих камней – это вот те камни, те стены, которые видели патриарха Гермогена, и, возможно, это стены и камни его темницы монастырской. В 1913 году патриарх Гермоген был канонизирован как священномученик, а ровно через 100 лет, в 2013-м, у стен Кремля наконец появился памятник второму предстоятелю русской церкви – ключевой фигуре в истории России. В смутное время, когда эта история могла повернуть куда угодно, а то и вовсе закончится, когда сам Кремль и вся страна были захвачены интервентами, именно патриарх Гермоген оставался той единственной неприступной крепостью, которую враг так и не смог завоевать. Он оказался одним из немногих, который, выражаясь библейским языком, остался верен до смерти. История смуты – это история очень грустная для, скажем, политической элиты тогдашней России. Практически все отступились, никто не остался на позициях государственных. Патриарх Гермоген в этом отношении как скала, как могучий утес, вот кругом девятый вал, волны нахлёстывают, а он вот стоит недвижимо, и как маяк. И вот он до самой смерти оказался вот таким неподвижным маяком, на который можно было ориентироваться и все-таки не утратить дорогу вот в этой смутной тьме. Когда осенью 1612 года народное ополчение подошло к Кремлю, в его передовых полках находилась та самая казанская икона Божьей Матери, которая когда-то прославилась по всей России благодаря патриарху Гермогену. Под её покровительством войско Минина и Пожарского и одержало победу над врагом. Это было 26 октября 1612 года, по-новому 4 ноября. Теперь это день народного единства. И этот день был бы невозможен без подвига трагического героя той эпохи, патриарха Гермогена, который как раз и стал той фигурой, вокруг которой объединился народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова